МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости НРВК Перм, в студии Станислав Загаинов. Здравствуйте. Правительство Пермского края может начать процедуру по расторжению договора аренды с обществом с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс Пермский». Поводом могут стать итоги внеплановой проверки, проведенной на предприятии в сентябре. По словам представителей регионального Минсельхоза, сейчас рассматривается несколько вариантов выхода из ситуации, связанной с банкротством арендатора «Свинокомплекса» и снижением поголовья. При этом расторжение договора не единственный вариант решения. Сегодня этот вопрос при участии различных сторон обсуждается в Перми. Но накануне стало известно, что владелец омской группы «Синергия» Сергей Головачев заявил о продаже актива. Сегодня издательство «Коммерсант» сообщило, покупателем стала компания «Юрфикон», представлявшая интересы кипрского холдинга «Калкфилд» в судебных спорах с краевым правительством вокруг долга акционерного общества «Пермский свинокомплекс» три года назад. При этом эксперты портала предполагают, что сделку можно назвать технической, совершенной для замедления процесса банкротства компании-арендатора. Такого же мнения поддерживаются и представители краевого Минсельхоза. Кроме того, документов, подтверждающих продажу «Синергии», там не видели. Гендиректор холдинга Александр Печорский уведомил о сделке по телефону. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в августе составила 31 тысячу рублей. По сравнению с показателем годичной давности, она увеличилась более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные Пермстата. Наибольшее снижение зарплат отмечено у учителей и страховщиков. Также традиционно в тройку видов деятельности самыми маленькими зарплатами вошли представители гостиничного бизнеса и общепита. Самыми высокооплачиваемыми остаются работники добывающих предприятий. Их заработная плата составляет более 55 тысяч рублей. Порядка 48 тысяч рублей получают работники, задействованные в финансовой и страховой деятельности. Согласно данным ресурса HeadHunter, больше всего вакансий с вознаграждением, превышающим средний уровень зарплаты по Пермскому краю, наблюдается в сферах маркетинга, продаж и IT. Самой дорогой вакансией стало предложение для риэлтора зарплатой от 120 до 180 тысяч рублей. Как ранее сообщал РБК, чтобы считаться богатым, россиянину, по мнению участников опроса ФОМ, нужно получать в месяц в среднем 100 тысяч рублей. Региональный бизнес в условиях дефицита средств начал переходить на системный подход в отношении своих маркетинговых инструментов. Этот тренд текущего и следующего года заявили федеральные эксперты на конференции «Пермская неделя маркетинга-2017». Основные явления маркера, которые приводят маркетологи, это аудит всех направлений деятельности предприятия, в том числе и мониторинг ценообразования, графика и условий работы, профессионализм сотрудников и другие, но не только пиар. Основная рекомендация, касающаяся выстраивания своей маркетинговой политики, которую эксперты дают предпринимателям, это использование в практике не только популярных статей, но и научной литературы. Основные проблемы – отсутствие у большинства специалистов, которые занимаются маркетингом в том или ином виде системного подхода. То есть полные картинки. Не только мы занимаемся пиар, акциями, рекламой и так далее, но и выстраиваем бизнес-процессы, работа с персоналом, повышение квалификации, собственно, самого предпринимателя. Это тоже входит в маркетинг. Мероприятие, организованное Пермским фондом развития предпринимательства по заказу правительства Пермского края, ключевым проектом, представленным на региональном уровне, стал «Покупай Пермское». Рубль слабеет к доллару и укрепляется к евро на открытии торгов. Утром американец прибавил 11 копеек. Эксперты портала Банки.ру говорят, росту курса доллара способствовали новости о том, что Сенат США утвердил бюджет на 2018 год. При этом к концу торгового дня аналитики ждут возвращения доллара к уровням 57.25 на фоне восстановления цен на нефть. По данным на 10 утра Москвы, баррель Brent стоит 57.43. Тем временем, евро дешевеет на 12 пунктов на фоне осторожности инвесторов из-за ситуации вокруг Каталонии, отмечают эксперты. Как сообщалось в субботу, правительство Испании начнет процедуру приостановки самоуправления территорией. По словам аналитиков, ситуация по рублевым парам остается неопределенной. Нет драйвера для устойчивого тренда в ту или иную сторону. Ну а пока лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми. В банке Финам – 57.50, по продаже в Актив Капитал Банке – 57.80. Лучшее предложение по покупке евро в БКС Банке – 67.90, по продаже в Актив Капитал Банке – 68.15. Это все новости к этому часу. Спасибо, что выбираете РБК и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Портал деловых новостей РБК Пермь – один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 200 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация, интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК Плюс. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. РБК Пермь. РБК Пермь.